Пожалуй, здесь воплотилась мечта любого советского ребенка. Игрушки, коллекционные машинки, елочные украшения, фильмоскопы с мультиками, детский педальный транспорт, «Волга» и «Москвич». Маленькие советские ребятишки катались на таких машинках? Да, катались. Так это же не каждая семья, наверное, могла себе позволить такую машинку. Они же дорогой, чем любые. Это редкость на один двор, один-два автомобиля было. По очереди катались. Константин Филатов – организатор и идейный вдохновитель клуба «Музея коллекционеров». Он привлек к участию единомышленников. По Барнаулу сейчас несколько точек. Мы находимся в музее детства на Ленина 107. Есть еще музей телерадиотехники на Калинина 10. К открытию готовится филиал на «Партизанской 81», куда перенесут предметы советского быта. Все вместе почти 10 тысяч экспонатов. Я познакомился около пяти лет назад с Андреем Минкиным. Это коллекционер телерадиотехники. Его коллекция самая большая в России. Минкин хотел распродать данную коллекцию, так как не было площадей для ее экспонирования. И я не хотел, чтобы она утрачена была. То есть она бы утратилась и для России. В связи с этим приобрел помещение. По словам Константина, немногие понимают, что в шкафах наших бабушек и дедушек возможно хранится ценный раритет. Зачастую старые предметы быта просто отдают на запчасти или выбрасывают. А сами коллекционеры не всегда могут собирать габаритные экспонаты. Поэтому новая площадка для музея – возможность сохранить как можно больше реликвий крупного размера. И может статься, что через, я так предполагаю, максимум пять лет мы просто не увидим ни телевизора советского, ни одного конкретно в городе Барнаул, ну кроме музея, ни стиральные машинки, ни пылесоса. Кстати, есть среди таких вещей находки, которые до сих пор продолжают работать. Отечественный рынок выпускал товары и электронику, что называется, без запланированного устаревания. В советское время даже детские игрушки были серьезными. С малых лет ребятишек приучали к труду. Здесь мы можем видеть настоящую рабочую маленькую швейную машинку. Там есть иголка, куда можно вставить нитку и все довольно-таки в рабочем состоянии. Но самое милое – это вот такая маленькая детская мясорубка. И говорят, в ней даже можно прокручивать мясо. С разрешения в музее можно во все поиграть. А какие-то вещи купить или обменять. Но все же главная функция музея, рассказывает его владелец, отразить ценность инженерной и художественной мысли прошлого и привлечь внимание современной молодежи к истории. Так что место станет интересной находкой для всех поколений. От миллениалов до зумеров. Мария Мацав, Александр Антропов. День с толком.